Валентина Пирожкова Ему сказали, он уже руководил рабочими, а как бы с жильем были проблемы. И ему сказали, Николай Тимофеевич, что вы хотите, мы вам квартиру в Москве предоставим или участок для строительства дома, он сказал, участок. Вокруг лес, а на участке сосны. Чуть больше века назад Николай Тимофеевич начал строить в Немчиновке родовое гнездо. Новую улицу назвали площадью революции, но оказалось, что такая в поселке уже есть. На почте возникла путаница. Отец Валентины Пирожковой предложил выход из ситуации. Письма приходили с проспекта революции к нам, от нас туда. И, короче говоря, дедушка сказал, давайте назовем улицу лесная и полевая. И на этой лесной улице он первый построился. Валентина Николаевна застала несколько исторических эпох. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 18. Но рассказывать о том времени именинница не любит. В воспоминаниях остался только страшный голод. До войны у них было хозяйство. Потом сказали, члены правительства выступили, что войны не будет на территории России. Дедушка все хозяйство свое продал. И началась война, и они первый год голодали. Голодали буквально. Поэтому буквально лебеду ели. По образованию инженер-механик. 40 лет проработала в Совнархозе. Прожила интересную жизнь, в которой было все. И радости, и печали. Но силу духа не теряла. Даже когда родовое гнездо, дом, построенный отцом, сгорел почти полностью. На наших глазах все сгорело. Я вышла в брючках, в маечке и в тапочках. И все сгорело. Я стояла вообще никакая. На юбилеи собрались друзья Валентины Николаевны. Близкие, конечно, соседи. На улице Лесной всегда жили дружно. Но мы не смогли, чтобы вот так вот пройти мимо этой даты. Потому что летие все-таки это очень важно, конечно. Историю жизни Валентины Пирожковой дочь записывает и бережно хранит. В планах ее опубликовать. Чтобы о важных событиях 20 века в стране и мире подрастающее поколение могло узнать из первых уст. Карина Яряшева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинсова.